Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, я очень рада, что вы оказались на этом канале. Те, кто подписаны давно, хорошо, здорово, еще раз здравствуйте. Но если вы, конечно же, первый раз попали на канал, то если вдруг вам понравится, то подписывайтесь, будем общаться, дружить и переписываться ВКонтакте сообщениями, как я это делаю с остальными. Так как я очень давно обещала то, что буду снимать Storytime, да, я вроде так решила назвать эти вот диалоги, когда, типа, давайте поговорим, вернее, монологи, но просто так, как вы слушаете и что-то, возможно, будете отвечать, это получается как диалог. Я давно говорила то, что будут такие беседы у нас с вами, в которых мы будем разбирать какие-то темы, что-то будет новое, что-то я какие-то истории буду рассказывать. Просто сегодня, на самом деле, мне хотелось затронуть такую тему, которой на Ютубе очень мало, я считаю, реально мало, потому что, в конце концов, блогеры просто все офигели, потому что все тут, грубо говоря, делают только что-то по рекламе, рассказывают что-то по рекламе, впаривают и так далее. Я так делать не хочу, сами понимаете, у меня даже нет рекламы. Я просто хотела рассказать вам одну историю, которая произошла со мной и с моими друзьями буквально вот совсем недавно. Знаете, она даже грустная, поэтому если человек тонкой душевной организации, я думаю, что к просмотру, как бы, ну, ну, просто грустная эта история из жизни. В общем, произошла она неделю назад, мы с друзьями гуляли, как обычно, решили пойти в фикс прайс, потому что Жене там надо было что-то купить, мне посмотреть маркеры для видео, ой, для сигн. Понятное дело, я вам часто, когда с вами переписываюсь, об этом говорю, то, что сейчас я там за маркером избегаю, короче, и так далее. Идем-идем, мы нас трое человек, и обращаем внимание, что перед дорогой бежит какая-то маленькая птица, прям, знаете, очень-очень маленькая, и ее так сложно было заметить. Единственное, что очень сильно бросалось в глаза, так это то, что она была с каким-то желтым оперением, и когда мы нагнулись, чтобы посмотреть более, как бы, детально, кто это, мы поняли, что это птенец. Так как это все происходило рядом с проезжей частью, где ездили машины, и птица не могла взлететь, то есть она максимум отрывалась вот на такое, и все, я решила, что надо ее либо спасать, либо забирать домой, либо еще что-то, либо еще что-то. Поймать ее, кстати, оказалось очень сложно, потому что птица, на самом деле, несмотря на то, что это был птенец, она была жутко, как это сказать, перепугана, очевидно, что ее пытаются словить, и мы ее пытались как-то к забору так это туда притянуть, чтобы можно было как-то ее так схватить, вот так вот, ну, осторожно, понятное дело, что осторожно, и унести с собой. В это время шел мужик с кепкой, он такой, а, так это щегол, сейчас я его поймаю, такой, раз, это кепка, короче, закинул, как будто удочкой, ну, не сильно, просто он накрыл ее, я подошла, взяла в руки, вот. Вот, я поэтому не снимала видео, потому что, ну, как я буду снимать, если у меня птица в руках, и мы начали думать, что с ней делать, вот, самая, самая жесть началась потом, когда птица оказалась в руках, потому что, потому что, когда мы ловили, мы, если честно, мы не задумывались, что с ней делать, когда она оказалась у меня в руках, сразу куча всяких разных вариантов пришла в голову, один из, например, забрать домой, как я уже говорила, выпустить в парк или еще что-то, мы поискали гнездо, потому что, скорее всего, у нас, скорее всего, вывалилось из гнезда, Вот, этот чегол, и дело в том, что нигде поблизости не было внёск, нигде мы облазили деревья, рядом мы не могли её выпустить, потому что бегали коты, а если птица не может взлететь, то, понятное дело, кот может её съесть совершенно спокойно и поймать. Вот, мы решили, что нужно сначала раздобыть коробку, пошли в магазин к нашему знакомому, он нам вынес коробку большую, и я потом с этой коробкой таскалась везде, где только можно было таскаться, потому что мы пошли сначала к одному другу, решили спросить, что делать, потому что мы хотели выпустить её в парке этого птенца маленького, потом мы пошли к другому дяде, потом мы написали девочке одной, потому что она очень часто собирала животных, мне, к сожалению, дать, мне не разрешили её принести домой, во-первых, у меня тоже живёт птица, как вы знаете, и тут даже, скорее всего, не то, что у меня есть птица, а то, что это дикая птица, и если её оставить дома, да, то вдруг она чем-то болеет, а денег на ветеринарку у нас тогда не было, и отвозить её туда как-то, у нас, к сожалению, нет бесплатных ветеринарков, может быть, и есть, я просто не знаю, честно. Вот, клетки у меня не было, куда её можно было посадить, единственное, что я хотела её взять как бы на передержку, то есть, пока она не научится летать, и только потом её выпустить, ну, либо оставить себе уже её с концами, как говорится, но у меня и так очень много животных, тем более, я не знаю, как тут мне же кот ещё дома, как он к этому отнесётся, и... То есть, тут было сразу много мыслей, что с ней делать, куда одеваться, но помочь как-то очень сильно хотелось, и один дядя, наш знакомый, он взрослый такой, он согласился взять её к себе на балкон, потому что другой его друг хотел забрать. Вот, мы такие радостные, типа, ну, слава богу, всё хорошо, нашлось, куда можно приткнуть птицу, пошли к нему домой, то есть, всё это действие происходит днём, и на эту птицу мы потратили 3 часа. Да, но мы на тот момент очень сильно радовались, потому что мы радовались тому, что птица, ну, наконец-то обретёт свой дом, и у неё всё будет хорошо, и тем более у того дяди, который хотел забрать её себе, уже были щеглы, и как бы, ну, прям как всё делалось, как будто вот так, как и надо, то есть, мы очень сильно радовались этому. Потом я побежала домой, потому что у меня корм есть от попугая, и там есть такие зёрна, которые есть щеголка, короче, вот. После этого, после этого мы принесли к этому дяде корм, ему насыпали, налили воды, там, то есть, всё нормально вроде было, и через час узнали, что щегол умер. Может быть, это произошло от стресса, может быть, это произошло от падения, может быть, ну, я не знаю, от чего это произошло, но это, на самом деле, очень грустная история, мы все очень сильно расстроились, потому что мы надеялись, что мы всё-таки спасли птицу, как бы, да. Я не знаю, почему мне захотелось поделиться с вами этой историей, но просто как-то оно, так, знаете, в душе свербит, болит, и просто давайте будем более добрыми к животному, потому что очень много зла в мире, и это я считаю, что наше животное, это как наша радость. Я вот не представляю, что было бы, если бы у меня дома не было бы животных. Мне кажется, это было бы очень скучно, и они всегда встречают, и это так круто. Здесь можно говорить очень много на эту тему, но, ребята, животное это классно, серьёзно, просто история у меня очень грустная в этот раз получилась. Ну, а мы живём с вами просто в век какого-то непонятного потребления, и забываем просто о каких-то мелочах, которых нужно помнить, и мне кажется, что именно этим определяется человек, его человечность и отношение к жизни. Всегда ваша огромная Наташа, увидимся очень скоро, пока.